Сказки Добролесья Здравствуйте, дорогие мои ребятки! Я Дед Еремей. Я много знаю и о многом интересном вам сейчас поведаю. Богат наш народ русский, православный, пословицами мудрыми, какую ни возьми, на все случаи жизни пригождается, да всю истину вещей показывает. И не даром поговорки и пословицы из уст в уста передаются многими поколениями, ибо в них многовековой опыт предков наших заключен. И вот сегодня я покажу вам сказку про одну из таких пословиц. Сказку добрую и поучительную. Береги платье с нову, а честь с молоду. Выдался как-то в Добролесье дождливый денек. Собрались зверята у Мишутки. Играют себе тихо и только стеши скучно. Пошла она потихоньку осмотреться. Вдруг видит, шкатулка стоит. Что тут у нас? Ух ты, какие бусы красивые! Мальчики, смотрите, что я нашла. Рассаживайтесь, я вам сейчас показ мод устрою. Ты чего? Это же бабушкины бусы! Положи на место! Да что я с ними сделаю? Поиграем и верну обратно? Ну, пожалуйста, Мишутка, мне так скучно! Сдался Мишутка, а стеша счастлива. Такой красивой она еще никогда не была. Ну, прям принцесса-лебедь! Да какая я принцесса! Королевная! И так стеша кривлялась и этак, что даже и мальчишкам весело стало. Ой, кажется, бабушка с дедушкой вернулись. Беги, положи все бусы на место. Бросилась стеша к шкатулке. Вроде все сложила, но так ей сильно одни бусы понравились. Ну, ничего и не будет, если я одни себе возьму. Что-то засиделась я у вас. Пойду я. Но еще даже не вечер. Я дядюшке обещала по дому помочь. Всем пока! Странная она какая-то! Прибежала стеша домой и весь вечер у зеркало крутилось в новых бусах. Стеша, ты ужинать будешь? А что это у тебя? Ничего. Ну, как же? А это? Нашла. И ужинать не буду. Я спать. И что это с ней? Вдруг слышит лось стучится кто-то. А позовите стешу, пожалуйста. Она уже спать легла. Очень надо, дядя Степан. У нас беда случилась. Что еще? Пожар, что ли? У бабушки из шкатулки бусы пропали. Ее любимые. А ты последняя с ними играла. Ну, не знаю. Я все на место положила. Может, их там и не было. Или ты мне не веришь? Раз так, то больше я с вами не дружу. Она это. Точно она. Что же делать? Знаете, ребятки, вы идите-ка по домам. Я думаю, завтра найдутся ваши бусы. Откуда вы знаете? Чувствую. Ох, видите ли, я такой чувствительный. Проводив зверят, направился лось к стеше. Воровство самое позорное из всего, что можно сделать. Да еще и друзей обмануть. Знаешь, береги платье с нову, а честь с молоду. Ведь стоит один раз оступиться, потом никто тебе никогда не поверит. Поняла я. Наутро пришла стеша к Мишутке с повинной головой. Стыдно было. А что поделаешь? Благо Мишутка выручил и всю правду Марфе Михалне не рассказал. А то бы стеше навсегда бы дали отворот-поворот от дома. А Проша предложил стеше бусы самим смастерить. И такие они красивые получились. И главное, свои. А русская пословица так и гласит. Береги платье с нову, а честь с молоду. А это значит, с юных лет будь аккуратен в делах и честен в поступках. Ведь беречь надо новую вещь, еще чистую и целую. А испорченные уже никуда не годится. Так и с честью. Запятнаешь в молодости свое имя, совершив некрасивый, нечестный поступок. Так и проживешь жизнь с дурной славой. Ведь вернуть доброе имя шибко нелегко. Вот такая вот история, ребятки. Мир вашему дому и дохоронит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова